Ванкувер-2010 Отрыв от первых двух пар от немцев и от китайцев. В общем, рассчитывали как минимум удержать бронзу, а то и замахнуться на серебро и золото. Потому что очень много говорилось о наших традициях, золотых традициях многолетних в этом виде спорта. К сожалению, не получилось не только поддержать эти традиции, но и вообще взять медаль. Почему так получилось и почему по-прежнему после трех дней Олимпиады именно Иван Оскобрев остается единственным вообще российским медалистом на Ванкувере? Во всем об этом рассуждает Андрей Журанков. Ксюшень Хомба-Джао. Ей 31, ему 36. Это была их последняя произвольная программа и последние Олимпийские игры. Все. Финал великолепной карьеры. У них еще две минуты, чтобы дождаться последнего судейского решения и заплакать от радости или разочарования. К этому моменту пассифик-арена была уже изрядно залита слезами. Нынешний Олимпийский турнир спортивных пар собрал невероятную коллекцию ошибок и нервных срывов. В произвольной программе чем именитее и сильнее была разминка, тем серьезнее и фатальнее становились огрехи. Падение за падением. Следовательно, шансы каждой следующей выходившей на лед пары расценивались все выше. Мария Мухортова и Максим Тройников этими шансами не воспользовались. После слез Максима накануне все внимание было приковано к нему, сумеет ли отстраниться от негативных переживаний в короткой программе. У него вроде бы получилось, но теперь ошиблась Маша. И все равно их произвольные. История любви смотрелась гармонично. От начала и до конца они были вместе. И судейские оценки, определившие их на седьмое место, уже не имели никакого значения. Действительно было очень тяжело выходить. Мы взялись за руки. Я первый раз в жизни сегодня взялся с Олегом вместе за руки, потому что действительно нам нужно было втроем. Мы взялись втроем. И были как одна команда. Спасибо болельщикам и поклонникам, что они за нас болели. Юка Ковагути и Александр Смирнов умеют сохранять лицо. Школа Тамары Москвиной. Они катались первыми в финальной разминке. Безжалостный жребий заставил их пойти на риск. Попытаться исполнить выброс в четыре оборота. Самый опасный, самый ценный. Не получилось. А позже еще и падение, которое могло закончиться трагически. У Юки опять, как это уже бывало, вылетело плечо. За секунду она успела его вправить. И фигуристы докатали программу, которая была придумана и поставлена Тамарой Москвиной с расчетом на триумфальный финал. Но... Я констатирую факт, что катание было из ряда вон неудачное. Даже просто с грубыми ошибками. И это обычно объясняется тем, что спортсмены переоценили свои силы. И тренеры, скорее всего, переоценили их возможности. И, так сказать, тот план, который был как-то сверстан, он не сработал. Юка, отказавшаяся от родного японского гражданства ради этих Олимпийских игр и оставшаяся без медалей, на людях не проронила ни слезинки. Алена Савченко, у которой похожая история, держалась долго. Но когда утешить с бронзой пришел ее тренер, Инга Штоер расплакалась. Дзяньтон начал рыдать еще на льду, сразу после программы. Выступление этой китайской пары было единственным идеальным за весь вечер. Ни одной помарки, чемпионский прокат. И поэтому такие эмоции партнера. Этот город счастливый для нас. Сегодня волшебный день. На Олимпийских играх нам удалась лучшая произвольная программа. Я очень счастлив. И потому я плачу. Циньпянь Дзяньтон давали это интервью в тот момент, когда их легендарные соотечественники, Ксюшень Хомбо Джао, ждали оценок. Они ошиблись в поддержке, чего не случалось с ними ни разу за 18-летнюю карьеру. Золотая олимпийская медаль снова ускользала от них. И когда весь мир уже видел их оценки, они вспоминали, как дважды в Солтэк-Сити Турини получали только бронзу, как вместе переживали разрыв ахилла у него, как она отказалась кататься с другим партнером, как поженились. И вместе решили после двухлетнего перерыва вернуться. И тут на экранах высветилось. Они первые в фигурном катании олимпийские чемпионы из Китая. Настолько редко катаемся вместе. Множество стартов, четыре Олимпиады. Просто мы очень хотели золотую медаль. И вот она. Ксюшени Хомбоджао осязали, гладили свою мечту. А российские пары уезжали с Пасифик-арены. Впервые с 1964 года мы не только без золотых, вообще без медалей. На улице шел дождь. Андрей Журанков, Анатолий Лин, Пасифик-Колизио.